привет друзья меня зовут валентина и мы на канале мир вкуса сегодня я хочу вам показать мои рукодельные процессы на сегодняшний день также как в одном из предыдущих видео я показывала вам как я заразилась шитьем прихваток рукавичек так в этот раз я шью вот такие коврики это подложки это подложки для посуды вот когда помоете посуду на вот эту подложку на вот этот коврик положить посуду она стечет и потом уже поставить посуду туда куда нужно в шкафчик эти коврики я решила шить из того что остается от каких-то основных процессов вот посмотрите вот этот коврик который уже сейчас будет готов к простегиванию видите в центре совсем маленькие разные лоскутки затем немножко полоски побольше и здесь вокруг полоски уже пошире и подлиннее и вот такая вот будущая подложка видите она еще совсем маленькая размеры ее еще маловаты для такой подложки под посуду и я думаю сейчас нужно еще немножко ее пришить еще немножко ее увеличить вот в эту сторону или в две стороны в ширину то есть для этого у меня есть вот такой контейнер я его открываю волшебный сундучок и смотрю что здесь у меня имеется подходящего из кусочков для того чтобы вот этот вот процесс вот этот вот коврик под ложечку нашу для того чтобы ее закончить буду искать совсем маленькие небольшие лоскуты выкладывать и сейчас мы с вами вместе что-нибудь придумаем обязательно ну вот я думаю этого вполне достаточно сейчас будем сочинять беру допустим вот эти вот два квадратика и между ними сейчас какие нибудь полоски сделаем допустим или вот эту полоску или вот такие полоски если вместо этого вашем вот эту по моему будет очень даже замечательно если из-за того что будут швы и нашего уйдет ткань и чего-то нам там не хватит тогда мы скорее всего делаем вот так и вот так и потом разрежу вот эту полоску вдвое одну половинку прищу с этой стороны а другую с другой стороны за работу то есть за машинку еще на своей ручной машинке так это просто полоска не обращайте внимание как говорится это просто полоска в эту селедку заворачивали и смотрим дальше а вот а а а а а И вот осталось прогладить и разрезать. Как видите, по размеру все отлично подошло. Сейчас эти две полоски пришью и не уходите, потому что после этого я покажу вам процесс утилизации мной самых-самых мелких лоскутков, обрезков и даже ниток. Беру вот подходящий по размеру отрезок ткани. Это хлопковая плотная ткань советского производства. Кладу на нее нашу будущую салфетку. В уголках отмечаю границы мелан. И убираю. И теперь в этих границах я накладываю как раз наши мелкие лоскутки. Лоскутки, нитки и все, что нам можно сказать в других ближайших процессах, пока не понадобится. Кладу, укладываю приблизительно вот в таком виде. Для уплотнения. Все это накрываю нашей деталью. Сейчас наколю только по углам, проглажу, переверну на обратную сторону и сколю уже погуще. На обратную сторону переверну за тем, чтобы мне простегивать все по вот этим полоскам. Очень удачная разметка. Простегивать буду на той же машинке, в каждую вот эту полоску, в каждую. И красную, и светлую. Потому что на таком изделии стежка чем чаще и гуще, тем лучше. И вот у меня готова эта подложка. И это. И вот самая большая синяя салфетка тоже готова. Все салфетки на ощупь такие плотненькие, приятные. Потому что, видите, достаточно часто и густо я простегала их. И вот, пожалуйста, немного усилий. И из очень-очень маленьких обрезков, и обрезков побольше, вот что у нас получилось. Друзья, заходите почаще на наш канал Мир Вкуса. Смотрите видео, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи на канале Мир Вкуса. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...